Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Последствия потопа в Барнауле все еще устраняют. Грозы и сильные ливни задержатся в Алтайском крае на несколько дней. Состояние шок. Владелец джипа, упавшего в кипяток, показал неподлежащую ремонту машину. Как в подобных ситуациях себя вести, советуют юриста. На 100 браков 70 разводов. День семьи, любви и верности о секретах семейного долголетия. Алтайский край будет штормить еще пару дней. Это прогноз синоптиков. Дожди и грозы пришли на Алтай. А между тем в Барнауле все еще продолжают устранять последствия потопа, который случился накануне после сильного ливня. Ливень пришелся на день Ивана Купала. Он был довольно скоротечным, но на улицах города образовались практически реки из воды. Как шутят подписчики барнаульских пабликов, река Семеновка впадает в Поповку. Подтопило преимущественно индустриальные и ленинские районы. В некоторых частях города и вовсе выпал град, а на пересечении Власихинское шоссе Ленточный Бор образовался фонтан источных вод. По словам очевидцев, поток дождевой воды сбил с ног женщину с коляской, с ребенком. Все в порядке, а пассажиры автобусов номер 10 и 53 спасались от ручьев прямо в салоне автобуса. По данным мэрии, на ликвидацию последствий было направлено 17 единиц техники и порядка 40 рабочих. Добавим, по сообщениям Гидромедцентра, в ближайшие дни в крае действует штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град при грозах, усиление ветра до 23 метров в секунду. Но к концу недели на Алтай вернется 30-градутная жара. Салон залит глиной, кузов поврежден, электроника час сварилась в кипятке. Настолько печально сейчас выглядит джип Cherokee после коммунальной аварии на одной из барнаульских парковок. ЧП было в топе новостей прошлой недели. Спустя несколько дней наша съемочная группа пообщалась с владельцем авто, отчего он по-прежнему в шоке и что делать, если вдруг вы попали в такую ситуацию в нашем сюжете. Это тот самый момент, когда на Попова 208А неделю назад автомобиль ушел под асфальт вместе с провалившимся грунтом. Владелец джипа лично наблюдал эту картину. Сидел на рабочем месте, услышал, что коллеги закричали, убирайте машины с парковки, что прорвало воду. Я разговаривал по телефону в этот момент с человеком, пошел в сторону выхода, через окна увидел, что мне уже особо торопиться некуда. Машина ушла под асфальт за считанные минуты, подчеркивает мужчина. При этом спасти авто шансов не было. Шок, адреналин, конечно. Ну, главный шок был уже вечером дома, когда дошло, что в этот момент я просто мог находиться в автомобиле. Я приехал там с обеда в час дня, машину на это место поставил. И вот как потом смотрели с камер видеонаблюдения, что бить начал около водительской двери. Ну, успел бы я выскочить, оттуда не успел. Непонятно. Как пояснили в теплосетевой компании СГК, коммунальная авария произошла во время гидравлических испытаний. Повреждение рычагов зафиксировали. Багажник прекрасно видно, в каком состоянии. Все всплывало, вырван потолок. Александр приобрел джип Чироки 2014 года выпуска в середине апреля. Сейчас мужчина занимается оценкой повреждений авто. По его мнению, кроссовер уже не подлежит восстановлению. Так как ответственность со стороны СГК частично застрахована, максимальная выплата может составить 750 тысяч рублей. Однако рыночная цена порядка двух миллионов рублей. Пострадавший надеется, что разницу ему возместят. Далее со всей оценкой они обращаются к ним. Если их сумма устроит оставшиеся, они пойдут на мировое соглашение и выплатят сумму. Если сумму не устроят, только в судебном разбирательстве. Я буду настаивать на возмещении рыночной стоимости автомобиля. Такие происшествия не редкость, говорят юристы. И если на мировую пойти не получится, советуют начинать судебные споры. Нужно сбор документов именно собрать, что парковка была нормальная или движение транспорта не нарушало, от административной ответственности не привлекался. То есть нужно еще доказательство того, что это случилось не по вине самого водителя. Поэтому после этих сборов, ну естественно, дорога только потом уже в суд общей юрисдикции. И естественно, как обычно по практике, назначается уже судебная оценочная экспертиза, производится оценка. Но это при условии, что у нас генерация отказывается, отказывается оплачивать. По словам эксперта, судебный процесс такого рода может длиться от 6 до 9 месяцев. Но, как показывает практика, время будет потрачено не зря. Пострадавшие такие споры обычно выигрывают. Джип до последнего хотел жить. Он сам открыл окно до последнего, когда одни фары торчали из воды. Он моргал фарами, сигналил, хотел, чтобы его спасли. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле продолжается ремонт дорог. В рамках национального проекта идет работа на нескольких участках, в том числе на проспекте энергетиков. Многие называют его жизненно важной транспортной артерией города. Ее строительство обойдется примерно в 270 миллионов рублей о ходе работ. В следующем сюжете. Проспект энергетиков в Барнауле строят с нуля. По данным подрядчиков, протяженность будущей дороги почти 3 километра. Через нее транспортная сеть в перспективе соединит улицы Трактовую, Попова и Власихинскую. Сейчас проект находится в начальной стадии строительства. Улица около 3 километров. То есть она у нас, скажем, идет не прямая здесь. Получается, здесь и перпендикулярный тоже проспект энергетиков идет, который идет через промышленную промзону, то есть где идет множество различных организаций. То есть там у нас сегодня уже выполнены работы и по устройству щебеночного основания, и по устройству первого и второго слова асфальтобетона. Проспект энергетиков – самый крупный городской проект, участвующий в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». И он состоит из двух участков. В текущем году город продолжает участвовать в национальном проекте. Это и два объекта строительства «65 лет Победы», «280 лет Барнаула» – объекты, которые мы строим. Есть такие участки, особо важные. Это улица Северо-Западная, это улица Мамонтово во Власихе. Также вот это проспект энергетиков, на котором мы находимся. По завершению работ здесь уложат три слоя асфальтобетонной смеси. В настоящее время спецтехника отсыпает щебенку с песком. Это фундамент дороги для ее долговечности. Предполагается, что по ней смогут передвигаться крупногабаритные грузовые машины. Здесь же появятся тротуары и установят поребрик. На проект закладывают почти 270 миллионов рублей. Сейчас мы пока сконцентрированы здесь, потому что необходимо подготовить основания до дождей, чтобы потом нам, скажем, не ждать, пока все опять это высохнет. В перспективе начать обустройство с нуля тротуаров, которые будут идти вдоль дороги на участки от, скажем, улицы Власихинская до от рельс и туда дальше в сторону промзоны. Работы начаты, находятся на различной стадии в зависимости от участка производства работы. За семь лет у нас сделано более 300 километров дорог, построены четыре новые дороги, реконструированы три объекта. По контракту проспект энергетиков должны построить к концу этого года. Всего за семь лет работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на дороге Барнаула выделили более миллиарда 300 миллионов рублей. Дарья Ярошина, День с толком. Клещи не оставляют в покое жителей края. Показатели по пострадавшим рекордные. По данным Роспотребнадзора, только за прошедшую неделю членистоногие покусали 128 жителей Алтайского края. Укусы клещей могут стать причиной заболевания клещевым энцефалитом. В этом сезоне уже подтверждено 13 таких случаев, а также иксодовым клещевым боррелиозом – 26 подтвержденных случаев. Всего с 28 марта пострадали более 6 тысяч человек. Из них примерно четверть – дети до 14 лет. Сейчас отмечается спад активности клещей. Однако специалисты просят жителей региона при выезде на природу соблюдать меры предосторожности. Помимо использования репеллентов, стоит правильно отнестись и к выбору одежды. Желательно иметь и медицинскую страховку на случай укуса. Статистика браков и разводов в Алтайском крае практически сравнялась. На 100 браков приходится 70 разводов. Как сохранить долгие и самое главное – счастливые отношения в браке? В день семьи, любви и верности нам рассказали психологи и супружеская пара, которая рука об руку шагает вместе уже почти 30 лет. Она – его плечо, он – ее стена. Ольга и Павел Ведерниковы познакомились почти 30 лет назад в пионерском лагере на дискотеке. Ей 14, ему 16. Он подошел ко мне. Почему ты подошел ко мне? А мне твоя прическа понравилась. Есть же такая русская традиция, когда ты заплетаешь венок и пускаешь его по воде со свечкой и имя суженого. Если он скроется из вида, значит он будет этот суженый. И когда мы с ним познакомились, я думала, блин, вот хочу замуж уже. Мне 14 лет, но я его полюбила. Пустила этот венок, кстати, и долго стояла, так далее наблюдала, тоже было темно. Вот эти венки со свечками плывут, и вот этот венок скрылся. Вот, наверное, срабатывают все-таки традиции наши русские. С тех пор Ольга и Павел не разлей вода. В официальном браке уже 22 года. У супругов двое детей – старший сын Данил и младшая дочь Полина. За годы брака у пары было всякое – и ссоры, и недопонимания. Но любовь всегда брала верх. Союз Ольги и Павла прошел испытания не просто временем, но и страшным недугом. Случился такой момент, когда у Паши поставили четвертую стадию рака, лимфома. И когда выписывали его из больницы, врач сказал, ну вам месяц остался, что теперь, все. И вот мы приехали в таком состоянии, не понимая вообще, как бы, что делать. Вот я сидела, просто молилась, говорила, господи, забери часть моего здоровья, отдай ему. И все, фу-фу-фу, где тут дерево, чтобы постучать. Ольга и Павел, к сожалению, исключение исправил. Большинство жителей региона ставят печать в паспорте, а через несколько лет бегут на утек от обязательств. В Алтайском крае соотношение браков и разводов примерно одинаковое. Ежегодно узами брака скрепляют в себя 13,5 тысяч пар. При этом 10,5 тысяч разводятся. То есть из 100 браков 70 примерно браков будут расторгнуты. В Алтайском крае все-таки это та цифра, которая говорит о том, что, наверное, нужно принимать какие-то дополнительные меры, общаться с нашими супругами для того, чтобы принимали решение о расторжении брака. Только в крайних случаях, и чтобы оно было взвешенное и ответственное. Психологи объясняют, парам нужно понимать, конфетно-букетный период рано или поздно заканчивается. Дальше работа. Особенно она требуется с пополнением в семье. Когда появляется ребенок в семье, меняются роли. То есть вы не только муж и жена, вы теперь папа и мама. Смена ролей влекут за собой определенные изменения обязательств в семье. Если это знать, заранее обговаривать и распределять эти обязанности, распределять роли, тогда можно пройти эти кризисные этапы более спокойно. Поддерживать друг друга в трудную минуту, слушать и самое главное – слышать. Простые, но при этом золотые правила, которые помогут прожить долгую счастливую жизнь вместе. Ну а совместный поход к психологу точно не навредит. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле на минувших выходных прошел первый в городе wellness-фестиваль «Сила здоровой семьи». Его участниками могли стать все желающие, что приготовили для них организаторы. И что такое wellness – расскажем далее. На вопрос, в чем сила, у организаторов этого wellness-фестиваля свой ответ – «Сила в здоровье». А оно, как известно, начинается с утренней зарядки, которую в этот раз для собравшихся проводят профессиональные фитнес-инструкторы. Бодрость в течение дня гостям точно понадобится. Программу для них подготовили насыщенную. Это и спортивные тренировки различных направлений, и тренировки формата mind-body – это как раз та самая забота о себе, о своем здоровье и о теле. То есть йога, растяжка, практики гвоздь-стояния. Что такое wellness? Wellness – это здоровье, это комфортное времяпрепровождение, это качественные смыслы жизни. Wellness – это стремление к здоровому телу и духу, где важны и правильное питание, и активный отдых – то, что так популярно у современного человека. Кстати, тому пример сама локация фестиваля – парк «Изумрудный», который теперь так любят барнаульцы всех возрастов. Даже я сам здесь делаю зарядки, бегаю, делаю какую-то разминку. Существует множество зон турниковых, дорожка беговая, велодорожка. Поэтому все у нас сходится к одному, что вот этот праздник здесь на площадке в «Изумрудном» название «Сила здоровой семьи» – это все идет. «Следующий еще выше беру». То, что активный образ жизни помогает добиваться успеха, могли на себе проверить участники гонки героев. В этой спортивной игре понадобились и сила, и ловкость, и гибкость ума. А награда за пройденный этап – буря эмоций, так что стоять в стороне было невозможно. Сегодня такой праздник, мы решили поучаствовать. Как вам уже в процессе? Ну, очень весело. Вообще стараетесь активно время проводить? Да. Ну, мы каждый день здесь гуляем, всегда либо на самокатах, либо на великах катаемся в парке. Кстати, гости праздника первыми смогли познакомиться с новым жилым комплексом «Меланж», который вскоре начнут возводить рядом с парком. Девятиэтажный дом с двухуровневой парковкой создают для тех, кто привык быть в центре города и центре жизни. Вся социальная жизнь в центре, как мы знаем, очень активная. И люди, которые предпочитают жить здесь, они, как правило, ведут такой же активный образ жизни. И при этом дом объединяет в себе еще и функцию уюта, комфорта и приватности, потому что он создан в виде П-образной формы, и внутри у него закрытый, тихий, уютный внутренний двор без машин. Уютным и семейным вышел и сам первый в нашем городе «Велнос-фестиваль». Так что в таком формате было решено встречаться каждый год. Николай Потешкин, Алексей Фризин. День с толком. Алтайский этап международного ралли «Шелковый путь» едва не закончился лобовым столкновением двух лидеров. Речь об экипажах «Камаза» и «Маза». О том, что случилось на спецучастке, а также как принимают участников ралли на Алтае, расскажет Данил Кузнецов. Грузовик «Маз» Сергея Визовича стал первопроходцем на алтайском этапе «Шелкового пути» в селе Расказиха. Знаменитые ралли здесь проходят уже второй год. Впервые организаторы нагрянули в край в 2021-м. Люди, гостеприимство, настоящее, неподдельное, искреннее, сибирское участникам здесь. Приятно находиться и принимать пожелания доброго пути от местных жителей. Конечно же, Алтайский край – это точка притяжения нашего ралли. Конечно, сказывается и организация этапа со стороны края. Прием у гостей готовились задолго. В первую очередь постарались для зрителей. Организовали развлекательную программу и зону без ограничения скорости. Кстати, скорость доходила до 170 км в час. Часть покрытия позволяла. В некоторых местах 133-х километрового спецучастка до Акутихи поработали грейдером. Однако дальше из-за ям пилотам пришлось не сладко. Они будут там лететь, лететь и 90 км в час – это максимально сложный участок, именно от Леслянки до Многозерного. А там грязь или камни? Колея огромная. Где-то после прошедших дождей у нас это все размыты дороги. Основной проблемой стали все же узкие дороги и пыль. Некоторые преследователи даже предпочитали сбавлять скорость из-за плохой видимости. Были и форс-мажоры, например, упавшее дерево. Кроме того, кто-то натянул ленту на правильном пути, вследствие чего экипаж МАЗа проехал дальше. После разворота белорус Сергей Визович и Эдуард Николаев на Камазе едва разъехались. Два километра проезжая, в лоб вылетает Сергей Визович, и мы чудом, чудом просто разошлись. Мы уже думали, все, разобьемся. Для спортсменов в классах менее профессиональных все прошло более гладко. У того же любительского гранд-тур проблем почти не возникало. Коллеги впереди убрали все препятствия. Да и нагрузка на авто, как и требования к нему, меньше. В нашем классе это практически стоковая машина. Ну, понятное дело, кто-то занимается подвеской, кто-то занимается безопасностью, каркасом безопасности и так далее. Но основное это резина. То есть то, что касается шина, она должна быть универсальной для песка и для грязи. Сегодня в республике Алтай на спецучастке по Чуйскому тракту протяженностью 164 километра прошел финальный этап чемпионатов страны Российской автомобильной и мотоциклетной федераций. Далее участников шелкового пути ждет Монголия. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Футболисты «Динамо Барнаул» неожиданно обыграли одного из лидеров турнирной таблицы. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» продает своего игрока за 3 миллиона рублей в сильнейшую лигу России. Дмитрий Дроздов расскажет и подробности перестройки баскетбольного клуба «Барнаул». Футбольный клуб «Динамо Барнаул» в этом сезоне нестабилен, как наша погода. Поражения, ненужные ничьи, а местами вымученные победы. Перед очередным поединком против «Казанского сокола» в победе хозяев, кстати, никто не сомневался. Однако «Белоголубые» удивили всех. Гости пропустили первыми, алтайские футболисты не расклеились и вернулись в игру. На 75-й минуте Игорь Абрамов делает счет 1-1, а на 87-й «Петухов» выводит нашу команду вперед. Как итог, три очка, неожиданная победа над лидером и «Динамо» с 14-го места поднялось на 10-е в турнирной таблице. У испанцев оказался точно. «Петухов» да нет, все в порядке с 13-м номером. Удар, поворотом, боже какой залетает! «Петухов» 13-й номер! Браво! Из Барнаула в континентальную хоккейную лигу «Элиту» российской игры с шайбой. Из «Динамо Алтаев» в автомобилисты перешел Никита Миллер. Играя за нашу команду, в первом же сезоне хоккеист стал лучшим снайпером, забил 15 голов. За игрока барнаульский клуб получил достойную компенсацию в размере 3-х миллионов рублей. А Никита – возможность проявить себя на большой арене. Теперь о баскетболе. Барнаул затем скоро выйдет с отпуска, и мы уже видим трансферную работу. Клуб официально объявил об уходе Ильинова и Крылова. Появляются новости, что в теплый Краснодар перебирается Федюшин. Однако сам клуб пока что не разглашает эту информацию. Официальная подготовка к следующему сезону начнется 5 августа. И в завершении о фехтовании. Это кадры с бронзового матча алтайских спортсменов в рамках 12-летней спорта киады учащихся России. В командном зачете за третье место наши ребята соревновались со мячами. И по эмоциям видно, что бронзовые медали оказались наши. Дмитрий Дроздов. День с толком. Ну и в завершении любопытная новость. Краснокнижный гиббон Билли из Новосибирска переехал на постоянное место жительства – Барнаульский зоопарк. Впервые об обезьяне заговорили три года назад. Тогда в СМИ появилась новость о жителе столицы Сибири, который приютил у себя животное, так как бывшие владельцы не справлялись с Билли. После они долго жили, не разлей вода. Причина переезда проста. Гиббон рос, и ему не хватало места. Барнаульский зоопарк специально для Билли построил новый вольер. Уже сейчас новый постояле скачается на лианах и лакомится фруктами, а специалисты зоопарка ищут для него подругу жизни. Очень здорово, что пришло такое огромное количество людей, которые пришли посмотреть на этого обитателя нашего нового, на питомца, который приехал к нам из другого города. Я уверен, что он станет настоящим украшением Барнаульского зоопарка. И судя по поведению, ему у нас нравится. Ну все, Дим, давай, отступляй. Дверь закрывай. Иди, выйди, закрывай. А у меня на этом все новости. Если у вас есть интересные и актуальные предложения, звоните к нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде. Мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует...